Написала письмо Менихану, но тоже я от него ответ не получила. У меня все хорошо. В понедельник, 18-го, меня перевели в камеру для постоянного проживания. Просто кому-то, наверное, мешает азат? Ну, скорее всего, я считаю, что это месть ФСБшников. Я говорю, он никого не убил, не обокрал, не изнасиловал. И вот я увидела, что нас очень много, что несправедливо сидят наши дети по сфабрикованным делам. Никому не желаю такое испытать. Владимир Владимирович, пожалуйста, освободите наших детей. Так, это у нас от Айдара Медшина, от главы города. Каждый год он у меня, ребенок, после окончания класса мы получали благодарственное письмо. Я почему-то до ареста азата почему-то считала, что такие правильные люди, как сказать, справедливые. Но вот сейчас все с каждым днем убеждаюсь, что все это неправда. Смотрю, что судья уже тоже. Я почему-то думала, что судья, ну, он правильно дает решение. А оказывается, на суде уже тоже есть выше, и там уже дают указания судья. До замужества я читала сказку, ну, татарская книжка была, ее написала. Я не знаю, не помню, кто писатель, называлась «В стране смельчаков». Вот, и там был такой герой Азат. И я в этой сказке увидела, что он такой очень отважный, смелый. Очень такая длинная сказка была. И когда я ее прочитала, я про себя подумала. Если у меня родится сын, я назову сына Азатом. Восемь месяцев как-то мы с мужем пошли в что-то магазин, и встретилась такая большая пирамида. Я говорю, давай ее купим, эту пирамиду, для сыночка, пусть учится собирать. Вот, мы купили пирамиду, и он, смотрю, устал, это потихонько, потихонько. Мы так еще, ну, не удивление уж было, смотрим, ребенок у нас, это, собирает эту пирамиду. И тут тоже приходила у меня соседка, у нее тоже была девочка, она на три месяца была старше Азата. И я смотрю, она эту пирамиду даже собрать не может, она даже воткнуть вот эту деталь не может. Это вот разноцветная? Да, разноцветная. А у меня Азат, смотрю, уже это все, как правильно уже по росту все это собирает. И вот помню это, все соседи сбегались и смотрели, как у меня уже восьмимесячный ребенок уже собирал во всю эту пирамиду. У меня все хорошо, в понедельник у семнадцатого меня перевели в камеру для постоянного проживания. До этого был в карантине, как и все, кто только выезжает в Турну. Но ничего, так жить можно, у меня три вида занятий теперь. Отвечать на письма, у меня их действительно очень много, решать задачи и читать книгу. Еще есть телевизор, но там ничего толкового не показывают. Так что он только отвлекает. Каждый день выводит на прогулку на час-полтора, там же и тренируюсь. Привожу себя в порядок, вот, развиваюсь физически. Как у тебя дела, как настроение? Через телефон я вот пишу ему письмо, и вот мы по адресу отправляем. А потом им вот эти перепечатывают, получается, и вручают Азату. А Азату же это. Письмо, например, собственноручно же он там пишет, там же у них никаких, ни интернет. И вот эти лески нам фотографируют и высылают на нашу электронную почту. Вот здесь он меня с днем рождения поздравляет. Пишет, привет, Зульфия. Не знаю, в какой день дойдет до тебя это письмо, но все равно поздравляю своей топовой сестренкой 16-летия. И желаю ей поскорее освободиться от родительского диктата, который, по моим ощущениям, гораздо хуже, чем сидеть в тюрьме. Я вот всегда, если подразделяюсь по любви человека, то я всегда стояла на первое место. Для меня как смысл жизни всегда был и будет. Брат. Да. Вот уже второй год уже вот все это. Вот просыпаюсь и говорю, что это не верится. Вспомню, что опять это. Сын-то у меня еще ведь не на свободе. Вот, но вот все это. Очень тяжело. Ну, значит, все, надо будет пройти нам. Никому не желаю. Такое испытать. Эта группа у нас появилась в начале ноября. Оказалось, я думала, что я тут одна, ну, считай, с Азатом. А оказалось, очень нас много. Ну, я почему-то думала, что одна я так страдаю. И вот когда образовалась эта группа, и вот я увидела, что нас очень много. Что несправедливо сидят наши дети по сфабрикованным делам. Ну, скорее всего, я считаю то, что это месть ФСБшников. До этого, как его поймали, осенью произошел взрыв в Архангельске. 17-летний парень взорвал здание ФСБ. И после этого ФСБ начали ловить анархистов, активистов и сажать их. Вот поэтому хотят напугать народ, что лучше они связываются с наклонностями анархизма. И считали их плохими людьми. Мы надеемся, что, наконец, правда восторжествует, правосудие как бы оправдается. Он выйдет у нас и будет дальше работать и учиться в МГУ, преподавать, может быть, даже, ну, как захочет. Когда вот отец у меня живой был, я очень любила смотреть новости по Первому каналу, по России. И он, когда я это слышала, он всегда почему-то это со злостью прям с вилкой, с розетки вытаскивал эту розетку. Не смотри, говорит, этот канал. Там все это неправда. Но мне, конечно, было в то время обидно. Я почему-то верила нашей стране, что говорят, если нам все это правда. Вот, и коснулся нас, оказывается, папа был прав. Для себя хочу отучиться хорошо и уехать тоже из России подальше. В России здесь, не знаю, что может менять. Здесь правительство, наверное. Ну, здесь проблемы, наверное, в народе и власти. Поменять это, наверное, неравенство народа. Хотелось бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Услышьте, пожалуйста, нас. Освободите наших детей. Дети наши невиновны. Нам очень плохо без сына. С каждой минутой, с каждым днем. Я думаю о сыне. Я сильно переживаю, что он находится в СИЗО. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Написала письмо Минихану, но тоже я от него ответ не получила. Так от него ждала. Думала, что поступит туда звоночек в Москву. Думала, все равно, думаю, все-таки, ведь, считай, из Татарстана назад, считай, все равно, думала, будет какая-то помощь. Поз zurück. Первый atom. Возможно. Всё. Синий.